Лада Христенко Сегодня у нас вторник, 551-й лоскутный эфир И сегодня мы с вами поговорим о том, как собрать ткани на лоскутный одеял Краткая история вопросов Смотрите, у нас в Академии лоскутного шитья есть курс ремеслов Он состоит из начальной и средней школы, ну как в школе И в продолжении этого курса есть курс, есть бакалавриат, ну то есть вуз фактически Это цветоверение и удивительные приключения лоскутных квадратов Ну так вот, эти курсы люди проходят двумя способами Первый способ, ну вот это как с покупкой квартиры То есть если вы квартиру покупаете, да как бы, то вы курс тоже можете купить И он будет ваш на веки вечный, условно А иногда некоторые люди квартиры арендуют То же самое курс, то есть есть так называемая опция курс по подписке Это когда вас пускают в курс на месяц Вот вы месяц получились чему-то, хотите курс продлеваете, хотите подписку продлеваете, хотите не продлеваете, если не понравилось Этот вариант вот в нынешних условиях стал почему-то более приемлем и люди часто им пользуются Сразу предвосхищая все вопросы, говорю Если вы хотите воспользоваться курсом «Ремесло» и приобрести его, ну как бы, надолго Ну то есть спокойно его проходить, хотите там год, хотите два Вот, пожалуйста, ссылка Вот, если вы хотите курс «Ремесло» взять по подписке, равно как и клуб «Лоскутный» тоже можно взять по подписке Равно как можно взять и то, и другое в одном флаконе Вот, пожалуйста, вам другая ссылка Сразу скажу, у нас есть опыт, что наша ученица Эльвия Мухина прошла курс «Ремесло» в начальную школу за 17 дней То есть, взяв курс по подписке, например, на месяц, если вы огромное упрётесь, то вы можете пройти этот курс за месяц Но, в принципе, вот как-то в процессе жизнь идёт, что-то там происходит И вы знаете, самый частый вопрос, который задают наши ученицы, это как подобрать ткани на «Лоскутное» одеяло Вот сейчас за моей спиной вы видите «Лоскутное» одеяло Это одеяло для начальной школы В нём 12 блоков Диагональная полоска Это русский квадрат Это узор с прямоугольных треугольников Это узор с квадратов Это восьмиконечная звезда Это шахматка Это у нас карточный фокус Это у нас тоже узор с прямоугольных треугольников Это у нас всем известный ананас Это у нас обезьянье-лапа Это стартрек И это колодец Смотрите, чтобы шить это одеяло, нужны ткани И вот есть три способа подбора этих тканей Первый, самый простой Когда у нас начинается курс начальной школы, там появляется кнопка Можно купить лоскутный набор тканей на лоскутное одеяло Сразу вам скажу, вот это одеяло 140 на 110 И ткани на него уйдёт на лоскутный топ 4,56 метра Это всё посчитано точно То есть вам надо купить больше чем 4 метра 60 сантиметров Скальни, грубо говоря Кто-то сразу берёт готовый набор Он у нас есть в магазине Ссылка на магазин здесь Вот Второй вариант Обычно люди говорят Ой, у меня в чемоданах полно всяких тканей Там всяких там ситцев, бязи Я вот сейчас по бабушкиным чемоданам пройду и наберу Вариант нормальный Чем опасен? Как бы, во-первых, для петчверка лучше специальную ткань Плотностью 145 грамм на квадратный метр Есть определённый тип переплетения Конечно, это 100% хлопок А в чемодане, если там есть прямо вот такие ситцы советского образца Качественные, вам повезло Ну, осталось только их подобрать по цвету В принципе, рыхлая бязь, крем-блин Это всё честно не подходит Просто себе испортите настроение, желание учиться Ну, в принципе, ткани можно найти в чемоданах хорошие И вариант третий Это вы говорите Я сам с усам Я сам себе подберу ткань Для лоскутного одеяла Ну, может быть, я её куплю в вашем магазине Может быть, я ещё где-нибудь что-нибудь найду Может, у меня что-то есть Короче, тоже по кем-либо И сейчас, вот прямо сейчас Мы с вами начинаем подбирать ткани Для лоскутного одеяла начальной школы Прямо по шагам Договорились? Всё, сейчас сделаем компьютерные модели У нас с вами будет 15 моделей одеял Досмотрите до конца Вы увидите все 15 моделей одеял Ок, поехали Давайте сегодня будем ориентироваться на мальчиков Ну, потому что синенькая одеялка Не обязательно, конечно, мальчиков Но давайте начнём вот с этой ткани Эта ткань называется «Храм Посейдона» Она очень качественная Я тебе, да, вам сейчас скажу Это что? Это Бинартекс у нас Это потрясающе хорошая фирма Замечательно У нас есть даже и фирма в лоскутном клубе А фирма, которая производит ткани Так вот Эту ткань мы берём для каймы Что такое кайма? Это вот здесь Вот она, кайма Вот такая будет ткань И отталкиваясь от этой ткани Мы будем подбирать все остальные ткани Я сейчас вам прямо скажу Что нам с вами нужно Переходим на рабочий стол Вот, посмотрите Перед нами ткань Которую мы предполагаем Что мы будем использовать Как ткань каймы И давайте внимательно рассмотрим Какие цвета в этой ткани есть Во-первых По какому принципу построен рисунок этой ткани Цветовая схема этой ткани Смотрите Доминирующий цвет у нас с вами синий Он варьируется от тёмно-синего Малонасыщенного Ну почти зачернённого Посмотрите Через синий Через ярко-голубой До светло-голубого Да? И здесь у нас Гармония контраста То есть применён контрастный цвет Посмотрите Это жёлтый Он тоже двигается от жёлтого До почти белого Посмотрите Вот, да И это Это Оранжевый То есть вот шкала Немножко сдвигается Вот сюда Посмотрите Вот оранжевый Вот такие ярко-оранжевые Вкрапления Но этих оранжевых Обратите внимание Мало Мало, да? Таким образом Вот посмотрите Вот ещё Оранжевый Очень интересный То есть если внимательно Рассмотреть этот рисунок Вы увидите в нём Массу интересных вещей Если это кайма То мы должны подобрать ткани Ну, как минимум Четыре ткани базовых Разной светлотности Плюс ткани на проставке Посмотрите, пожалуйста Цветовую схему Проставки Это квадратики Вот чёрно-белая цветовая схема У вас сейчас появилась В углу экрана Видите, да? У вас есть квадратики Такие между блоками Это квадратные проставки Есть такие полосочки Между блоками Это проставки полоски И всё остальное Это 12 блоков Ну, ещё обратите внимание Кайму я сделала Не однозвенную А для начала Трёхзвенную Я сейчас объясню, почему Поработаем Давайте дальше Итак Начинаем Подбирать ткань Давайте начнём С синеньких Вот тёмная ткань Может быть Вот такой синий Посмотрите, да? Можно вот такой синий Использовать Ну, и скорее всего Нам вот такой голубой Подойдёт У вас вот в этом углу экрана Сейчас появится Фото этих тканей Сделанных Правильной цветопередачи Потому что всегда Цветопередача При съёмке Немножко другая Ну, вот примерно Вот такие синие ткани Да? Я рассматриваю Жёлтый И что я вижу? Вот хочется Такую жёлтенькую Ну, потому что в ней Вкрапление голубого Возможно, можно Что-то ещё Другое Жёлтенькое Ну, например Что-то вот такое Жёлтенькое Может быть, да? Хочется, конечно Оранжевенькое Может быть, такое И хочется Может быть, ещё Что-то пёстренькое Вот такое У нас получилось С вами ткани Раз, два, три Раз, два, три Четыре, пять, шесть, семь Многовато Нам основных Надо четыре Хорошо Давайте оставим Вот такую ткань Оставим Вот такую ткань Оставим Вот такую ткань Это уже три И оставим Вот эту пёструю ткань И ещё возьмём Вот эту Оранжевую Ну, ладно Пока всё Пока хватит Вот, посмотрите Внимательно У вас сбоку Появилась модель Этого одеяла Слава Богу Не надо шить Ну, кстати Модель уже Достаточно приемлемая Но давайте Поэкспериментируем Дальше Что же будет Если мы ещё Что-нибудь Сюда добавим Ну да Забыл сказать У нас есть вариант Когда мы Под одеяло Все ткани Которые мы выбрали Добавим Вот посмотрите Что получается Винегрет Да Хорошо, что есть Компьютерное моделирование И в принципе Можно понять Что вот так Не подойдёт Это была Вторая модель Нашего с вами Одеяло Первое Одеяло Мы посмотрели в самом начале Давайте вернёмся теперь К первой модели Вот она Более-менее нормальная Приемлемая модель И посмотрим Что же можно Дальше С этим сделать Давайте Смотрим Так, мы смотрим На нашу с вами Первую модель И говорим Что-то Вот этот Жёлтый В блоках Вот этот Яичный Он слишком Скучный И давайте Давайте его заменим На менее скучный Например Вот на вот этот Вот такой Тигровый Полосатый Ну, хорошо Давайте посмотрим Что получилось А получится У нас с вами Вот что Вот что Получится Нет Не нравится Мне Некрасиво И тигровый Здесь Ну, вот Совершенно Совершенно Никак Не подходит Что можем Сделать Дальше Смотрите Мы можем Добавить Оранжевого Вот этого Оранжевого В кайму И тоже Посмотреть Что получится Поиграть Какими-то Вариантами И на мой Взгляд Тоже Получается Плохо Не нравится Мне этот Оранжевый Хорошо Это был Уже Четвёртый У нас Вариант Давайте Тогда Скажем Себе Давайте Вообще Уберём Все эти Оранжевый Цвет Он просто Дикий Совершенно Хорошо Убираем Оранжевый Цвет И ещё Мы Вместо Трёхзвенной Каймы Делаем Двухзвенную Чтобы Вот эта Красивая Каемочка Вот эта У нас Была Видна И что Мы с вами Получаем У нас Получается Вот этот Жёлтый Яичный Да Смотрите У нас Получается Вот такой Голубой У нас Получается Тёмно Тёмно Синий Смотрите Вот Видите Да Тёмно Тёмно Синий И у нас Ещё Есть Так Называем Река Вот 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 Такой Цвет Вот Сейчас Посмотрите На Подбор Тканей И Сейчас Посмотрите На Модель Обратите Внимание Окантовка У этой Модели Жёлтая Вы знаете Получается Как-то Ну На мой взгляд Приемлемо Но Скучновато Посмотрим Ещё Версию Давайте Попробуем Скучный Яично Жёлтый Замените На Два Других Жёлтых Цвета Посмотрите Ну То есть Они Жёлтые Но Больше В коричневый Посмотрите Да Вот Сюда И Что У нас Получится Посмотрите На Модель Получается Поинтереснее Но На мой Взгляд Кайма Вот Эта Вот Синя Кайма Она Как-то Немного Тухнет В этих Ярко-жёлтых Ну Вы знаете Вот этот вариант Мне уже нравится Он Приемлемый Ну Давайте Посмотрим Дальше Вот Ещё Один Вариант Более Спокойный Мы Здесь Оставили Яичный Но Посмотрите Мы Каемочку Вот эту Окантовку Одеяла Сделали Вот такого Цвета Вот такого Цвета Неплохо Получилось Но посмотрим Что у нас Ещё Есть Мы Продолжаем Играть Цветом Мы Вернулись К цвету Жёлтому Вот Такому Вот Такому Жёлтому Цвету И Немножко Поиграли Расположением Цветов В блоках Вот Такой Вариант У нас С вами Получился Дальше Мы Задаемся Вопросом А нельзя Ли Вот Этот Цвет То Есть Такой Всё-таки С рисунком Миксовать С просто Жёлтым Цветом Ответ На вопрос Можно Посмотрите Вот Эту Модель Сейчас Для экономии Вашего Времени Я вам Предлагаю Быстренько Посмотреть Коротенький Ролик Там Все Эти Модели Вот Которые Мы Сейчас С вами Назвали Они Все Показаны Музыка 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 Сразу Предвосхищаю Вопрос А можно Все эти Фотографии Посмотреть Где-то Да Значит В Телеграме У нас Будет Ссылка В Телеграме В нашей Группе В Телеграм Лада О лоскутном Шитье Вот Ссылочка На неё У нас Будет Ссылка На папку На Яндекс Диске С фотографиями Всех Этих Одеял Вы можете Их Смотреть Совершенно Спокойно И в Лоскутном Клубе Я выложу Все Модели Этих Одеял И Расход Тканей На эти Одеял Но про Расход Тканей Я вам Скажу Прямо Сейчас Смотрите Сейчас На экране Будет Будут Появляться Расходы Этих Тканей Вы можете Записывать Можете Зарисовывать Как вам Угодно Смотрите На лоскутные Блоки Нам понадобится Четыре Ткани И эти Ткани Варьируются От самых Темных До самых Светлых Это Могут Быть Вот такая Синя Ткань Или Вот такая Эти ткани У нас Есть В разделе Муары Ну Прямо У нас В учебном Магазине Есть Раздел Муары И вот Такой Темно-синей Ткани Вам Понадобится 60 Сантиметров На блоки На блоки И порядка 30 Сантиметров На узкую Кайму Если Вы узкую Кайму Будете Делать Из синего Цвета Что Еще Вам понадобится Вторая Ткань По светлоте Посветлее Что это У нас Ну Допустим Это будет Вот такая Синенькая Ткань Такая Вот Она Называется Водная Гладь Ее Вам Понадобится Тоже 60 Сантиметров То есть 60 И 60 Уже Получается 120 Вероятнее Всего Вам Понадобится Еще Вот такая Спокойная Голубая Ткань Ее Надо Тоже Как Вы догадались 60 Сантиметров Если Вам Нужна Ткань Желтая Ну Если Вы Берете Только Один Цвет То Вам Нужна Этой Ткани 60 Сантиметров Но Я Хочу Сказать Можно Взять Две Ткани Можно Взять Три Ткани Если Взять Две Ткани Допустим Вот Таких То Вам Надо Не По 30 Брать А По 35 А Лучше По 40 Ну Почему Потому Что Понятно Да Потому Что Ткани Сто Из Другой Вырезаем Если Вы Хотите Три Таких Тканей То Вам Надо Ну Брать Их По 30 Сантиметров То Есть Такую Такую И Такую Это Только На Лоскутные Блоки Но Помимо Блоков У Нас С вами Есть Еще Проставки На Проставками Квадратами Все Просто Вам Полосы То По Поперечной 6 Сантиметров Ну Если 6 Не Отрежут 10 Возьмите Вот Допустим Вот На Эти Проставки Вам Понадобится 30 Сантиметров Ткани Той Ткани Которую Вы Выберете Ну Вот В данном Случа У меня Была Вот Такая Светло Голубая То У меня В блоке 60 И На Проставки 30 Соответственно Вот Такой Ткани Мне Надо Брать 90 Например И Помимо Этого Я вам Сказала У нас Должна Быть Кайма И Окантовка На Кайму Если Мы Берем Кайму Как Сказать Двухзвенную Да То Нам Надо 30 Сантиметров На Узкую Проставку А Широкая Проставка У нас Широкая Кайма У нас С вами Будет Порядка 12 Сантиметров И Как Здесь Посчитать Расход Ткани Если У нас Одеяло 110 На 140 А Кайма 12 Сантиметров Мы Сначала Считаем Периметр 110 Плюс 110 У нас Получается 220 140 Плюс 140 280 280 Плюс 225 Метров Ширина 12 Сантиметров Полосы Плюс Надо Как Минимум Умножить На Коэффициент 1 И 1 Будет 5 С Половиной Метров Почему На 1 1 Потому что В швы Уходят Еще Куда То Уходят Если У нас Ширина Каймы 12 Сантиметров То есть 5 Сантиметров Мы делим Сначала На 110 Почему Сколько Полос Надо Отрезать Этой Каймы 110 Сантиметров 5 5 На 1 1 Получается 5 Полос Нам Нужно Отрезать Если Ширина Каждой Полосы 12 Сантиметров В Раскрою Внимание Внимание Раскрою То Соответственно 5 На 12 Будет 60 Сантиметров То Вот Этой Каймы Храм Посейдона Вот Вот Этой Ткани Можно Взять 60 Сантиметров Точно Не Прогадаете Сразу Вам Скажу Все Равно Вы Будете Шить К одеялу Какую-то Подушечку Или Что-то Возьмите 90 И Последнее Что Нам Осталось Это Ткань На Окантовку Окантовка Это Вот Это Место Вот Это Место Ткань На Окантовку 30 Сантиметров Вам Хватит Вот Так С Окантовку Вы Можете Делать Желтенькую Можете Делать Синейкую Это Зависит Уже От Того Что Вы Решите Можете Даже Оранжевенькую Купить Ткань Вот Примерно Столько Тканей Вам Нужно На Одеяло Файл У вас Будет В Лоскутном Клубе Обязательно Если Вы Ну Очень Сильно Хотите Я Его Выложу Еще В Группе Телеграм Ну На самом деле Эта информация Никакая Не секретная Вот Зайдите В наш Лоскутный Магазин И там Прямо Черным По белому Раздели Детский Одеял Учебный И написано Сколько Ткани Нужно На Учебное Лоскутное Одеяло Это Не секрет Совершенно Не секрет Теперь Смотрите Как Сделать Заказ Первое Вот Ссылка Для входа В Учебный Магазин Если Вы Хотите Купить Готовую Ткань На Одеяло У нас Есть Полка 2 Она Называется Наборы Тканей На Учебное Одеяло Здесь Есть Комплекты Для Детских Одеял И Тут Прямо Указано Сколько Нужно Брать Каймы Сколько Блоков Сколько Окантовки Сразу Скажу Ткань Каймы Здесь Надо У вас Брать 90 Сантиметров И Вот У нас Есть Прямо Образцы Учебных Одеял Они Готовые Вот Они Здесь Метраж 4,56 Метра Но И Как Видите Цена За Метр Получается Меньше Тысячи Рублей Что По Нынешним Временам Я вам Скажу Очень Даже Приемлемая Цена Потому Что Сейчас Ну Зашкаливает За полуторку Уже Как бы Цена Метра Погонного Вот Всего Два Одеялка Осталось У нас Два Типа Одеяла Но Помимо Полки С наборами У нас Есть Еще Полка Которая Называется Ткань И Вот Здесь Вы Можете Основательно Разгуляться Прямо Простор Для Хомяка Только Бейте Себя По Рукам Пожалуйста Я Вас Очень Прошу Значит Вот У нас Есть Цветные Ткани И Вот Здесь Как Раз Находится Вот Эта Ткань Храм Посейдона Вот Она Посмотрите Пожалуйста Сейчас Я Вам Вот У нас Эта Ткань В Учебном Магазине Мозаика Храма Посейдона И Конечно К этой Ткани Нужны Компаньоны Смотрите Вот Эта Водная Гладь У нас Находится Вот Здесь Вот Эта Ткань Сине Голубой Водная Гладь И Здесь Есть Различные Этимологии Синие Ткани Но Вам Надо Темную Ткань То Есть Вам Нужны Муары Муары Пойдемте Вот Сюда Муары У нас Есть Всякие Всякие Разные В том Числе И Синие Вот Например Есть Очень Темно-синее Золото Очень Темно-синее Да Посмотрите Вот Та Желтая Потер Потер Кимбертел Которую Мы С Вами Использовали Блоки Вот У нас Желтый Яичный Желток Но Здесь Не Очень Идеальная Цветопередача Я так Полагаю Вот Посмотрите На Вкладке Эту Ткань Ну И Так Далее То Мы Вот Так Можем Двигаться Выбрать Еще Синих Тканей Сейчас Вам Покажу Вот Кстати Желтая Ткань Неплохая Сейчас Вот У меня Еще Темно-синее Черноватый Есть Посмотрите Ткань Ярко-синий Вот Они У нас Есть С вами Вот У нас Такая Ткань Ярко-голубая Есть То Есть В принципе Здесь Есть Также Оранжевый Муа Но Его Осталось Мало Можно Взять Вот Такую Оранжевую Флюид Допустим Ткань То Есть В принципе Вы Можете Выбрать То Что Я Показала Вам В эфире А Можете Выбрать То Что Смотрите Охра Вот Эту Ткань Мы Использовали А Можете Как заказать Ткань Ну Посмотрите Что я делаю Первое Что я делаю Я выбираю Ткань Ну Допустим Я выбираю Синий Какой-то Муар Или Давайте Желтый Выберем Да Я его Нажимаю Кнопку Заказать И Показываю Показать Сколько Мне надо Желтой Ткани Вот Здесь Одно Место Это 10 Сантиметров Мне Надо 60 Сантиметров Я Пишу 6 Мест Допустим А Вот Ткань Нейтральный Сир Я выбрала Случайно Сейчас Я ее Уберу Вот так Все Вот Шесть Мест Желтый Покированный Кимбертел Оформляю Заказ Вот Заказать Здесь Вы указываете Свой адрес Куда Вам Доставить Заказ И Вот У меня Смотрите Вот Пожалуйста Ткань Вот Она Так 834 Бля Вот Такая У нас Ткань Получилась Вот Столько Ну Конечно Наборы Брать Нарезанные Уже Выгоднее Но Их Осталось Мало Краткое Резюме Нашей С вами Содержательной Беседы Мы С вами Подбираем Набор Одеяло Ориентируясь По ткани Каймы То есть Мы Берем Ткань Каймы И Рассматриваем Какие Цвета В ней Есть В данном Случа Мы С вами Смотрели Что Здесь Есть Разные Оттенки Синего И Голубого От Очень Черного Малонасыщенного До Разбеленного Голубого Вот Такого Посмотрите Да То есть Вот так Вот Широко Двигается У нас Есть Желтый Желтый Тоже Сложный Желтого У нас Яично Желтого Достаточно Много Есть Такой Желтый Оранжевый Есть Даже Ярко Оранжевый Попадается Посмотрите И Вот Этим Мы Начинаем Играть И Мы С вами Подбирали Ткани Вспоминайте Вот Такой Интенсивный Синий Выбирали Между Интенсивным Синим И Таким Глухим Синим Вот Допустим Таким Цветом Да Мы Брали С вами Спокойную Голубую Ткань И Мы Играли Большим Количеством Желтых И Оранжевых Тканей То есть Мы С вами Брали Такой Желтый Яичный Который Называется Да Мы Вот Такой С вами Брали Желтый Посмотрите Он Более В нем Больше Добавлено Такого Серо-черного Цвета Вот Вот Это Желтый Добавлен Серый И черный Цвет Мы Брали Вот Такой Вариант Допустим Мы С вами Отвергли Вот Эти Точечки Потому Что Они Как-то Не Соответствуют Да Я Я вам Еще Не Сказала Что Могут Быть И Вот Такие Желтые Точечки Они То есть Желтый Такой Желтый В нем Есть Черные Точечки Они Смотрятся Получше В рисунке Это Все У нас Есть В учебном Магазине Мы Даже С вами Сделали Дикие Варианты Вот С таким Вот Рыжим Но Между Прочем Они Смотрятся Вместе Очень Даже Неплохо Посмотреть Интересно Да Вот И Мы Даже Посмотрели Вариант С оранжевым Но Совершенно Пестрый Вариант Поэтому Первое Я Вам Все Таки Рекомендую Не Заниматься Самостоятельно Обучением Лоскутному Шитью А Пользоваться Курсом Ремесло Вы Можете Взять За 2500 Рублей Курс По подписке На Один Месяц И Хотя Бы Посмотреть Что Там То Есть Хотя Бы Посмотреть Какие-то Базовые Приемы Это Тоже Очень Удобно Вы Можете Воспользоваться Учебным Магазином И Купить Готовый Набор Вы Можете Воспользоваться Полкой Номер 5 Тканей И Повыбирать Ткани Самостоятельно Себе На Отеяло Но Во всяком Случа Вы Будете Гарантированы Что Вы Купите Ссылочка На Различные Фотографии Лоскутных Одеял Вот Этих Синеньких В нашей Группе Телеграм Еще Больше Подробностей И Расчет Полностью Ткани В нашем Лоскутном Клубе На платформе Лоскутного Клуба Это Дело Платное Сразу Вам Говорю Но В принципе У вас Есть Вариант Взять Клуб И Курс По Подписке Это Вместе Все Стоит 2900 Рублей На Месяц Посмотреть Вам Не Хватит Там Неверенно Интересного Материала Но Хотя Б Сориентироваться Тем Более Что Сейчас Лето У Очень Многих Отпуска Начинаются Ну Сейчас Погода Такая Что Располагаем Дождом Посидеть Немножко У Меня На Сегодня Все Пожалуйста Проходите По ссылке Заходите В нашу Группу Телеграм Там Ссылочка На Файлы С Вами Была Лада Христенко Мастер Лоскутных Идеял Всем Пока Всем Удачного Дня Оскудное Житье Сладой Христенко Отдыхай Душой Наслаждайся Моментом Оскудное Житье Оскудное Житье Оскудное Житье Житье